Почему пекинская капуста идет в цвет, что делать? О пекинской капусте отечественные агрономы узнали не так давно, поскольку родина культуры – Китай. Относится растение к семейству крестоцветных. В продукте высокая концентрация питательных веществ, которые оказывают благоприятное воздействие на человеческий организм, при этом он относится к числу диетических. Выращивать пекинскую капусту на дачном участке несложно, но необходимо знать все особенности ее развития. Многие начинающие, да и опытные агрономы задаются вопросом, почему пекинская капуста идет в цвет, что делать в этих случаях? Базовая информация о культуре Альтернативное название пекинской капусты – салатная капуста. Возделывать ее начали в Китае, об этом свидетельствуют письменные упоминания, датирующиеся 5-6 столетиями нашей эры. Далее капустная культура распространилась в Корее, Японии и Индии. В конце 20 века пекинской капусте мало кто знал в США и Европе, но в последнее время положение дел кардинально изменилось. Сегодня это одна из наиболее востребованных огородных культур в мире, в России тоже. Отечественные огородники все чаще выращивают ее на своих приусадебных участках. Китайский качан больше напоминает листья салата. В процессе развития растения образуются нежные листочки с превосходными вкусовыми качествами, твердые жилки отсутствуют, мякоть нежная и сочная. В кулинарии из этой огородной культуры готовят все, что из обыкновенных сортов капусты. Пекинская капуста основные сорта, белка F1, гибрид голландской селекции предназначен для выращивания в открытой почве и пленочных тоннелях. Период созревания поздний предназначен для выращивания осенью, 67 дней. Вес каждого листового качана при соблюдении правил агротехники варьируется от 1,2 до 1,8 килограмма. Сорт является высокопродуктивным, поэтому очень востребован на отечественном рынке. Имеет неплохие транспортабельные качества и отличную лежкость. Обладает хорошей сопротивляемостью к заболеваниям. Monoco F1 – гибридный сорт, адаптирован для российских климатических условий. Предназначен для возделывания в открытой почве или под укрытиями на протяжении всего дачного сезона. Относится к ранним сортам, длительность вегетационного периода 45-48 дней. Вес каждого качана достигает 800 грамм 1 килограмм, компактные, имеют цилиндрическую форму. Пользуется спросом благодаря своей продуктивности. Корневая система жиростойкая, можно подвергать транспортировке на длительные расстояния. Обладает отменными вкусовыми качествами. Хорошая сопротивляемость болезням. Таранка F1 – пуст, неспелый гибрид голландской селекции. После высадки посадочного материала при соблюдении всех правил агротехники урожая можно собирать по истечению 72 дней. Вес качана может варьироваться от 1,2 килограмма до 2 килограмм. Превосходные вкусовые качества. Отмечается высокая сопротивляемость фузариозу. Рекомендуется использовать в свежем виде, не предназначен для длительного хранения. Причина почему пекинская капуста идет в цвет. Пекинская капуста идет в цвет бывает так, что культура уходит в цвет, начинает стрелковаться. Почему пекинская капуста уходит в цвет? Самые распространенные причины – все сорта капусты, теплолюбивые растения. Возможно, семена высеивались неделей-другой раньше, до наступления оптимальных температур. В результате во время образования плодов были неблагоприятные климатические условия. Травмирование корневой системы во время пересадки, если растение высаживается рассадой. Повредить корневища можно и при уходе за растениями, например, во время рыхления. Утратив часть корневой системы, салатная капуста, чтобы быстрее закончить жизненный цикл, начинает активно формировать цветы и плоды. Салатная капуста способна уйти в цвет, если при выборе посадочного материала не ориентироваться на климатические условия. Адаптированные для российского климата – голландские семена таранка, мно-кола и билка. Для приобретения качественного посевного материала надо посещать специализированные магазины. Пойти в цвет растения может из-за продолжительного цветового дня. Чтобы не позволить капризной культуре цвести, требуется высеивать семена рано весной или в конце лета. Продолжительность цветового дня не так высока. Дефицит влаги тоже может стать причиной цветения. Все сорта капусты – влаголюбивые растения. Надо внимательно следить, чтобы почва была в меру увлажнена. Также зацвести китайский качан может при существенных перепадах температуры. Оптимальный температурный режим для формирования качанов – плюс 23-27 градусов. При понижении температуры ниже плюс 22 может образоваться цветуха. При неустойчивой погоде рекомендуется использовать агроволокно – оно согревает и контролирует поступление влаги. Уйти в цвет пекинка может, если ее предшественником на дачном участке был любой представитель семейства крестоцветных. Растения рекомендуется высаживать на участках, где в прошлом году произрастали томаты с бобовой культурой – огурцы и лук. Зацветать культура способна по причине того, что в почве недостаточное количество питательных веществ. Поэтому перед высеванием семян рекомендуется в землю внести органические или минеральные удобрения. Пекинская капуста остро реагирует на дефицит в земле минеральных веществ – калия, фосфора и кальция. В качестве удобрения эффективно использовать яичную настойку – 5 литров горячей воды настоять 30 грамм яичной скорлупой. Для формирования качанов большую роль играет калия и фосфор в грунте. При дефиците этих веществ качаны будут формироваться медленно, зато цветы покажут хороший рост. Огородная культура может идти в цвет или вовсе пропадать, если в грунт были высажены гибридные сорта, которым свойственны низкие показатели холодоустойчивости. Причиной проблем может стать запоздалый сбор урожая. Плотные качаны пекинской капусты надо срезать вовремя, а в противном случае они неизбежно уйдут в цвет. Культура обильно плодоносит при теплом климате и коротком световом дне. Важно, опытные садоводы рекомендуют высаживать пекинскую капусту два раза за дачный сезон 15 и 20 апреля – 20 июля – 10 августа. Меры профилактики. Рекомендуется высеивать посевной материал сразу в открытую почву и лежат орфаны и стаканчики, если культура ушла в цвет при предыдущей посадке. Необходимо ознакомиться с вышеизложенными причинами и по возможности устранить их в будущем. Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, надо следовать рекомендациям. Салатную капусту рекомендуется высаживать около строений или ограждений, а не обеспечивают тень, в которой так нуждается растение для полноценного роста и развития. Если на даче такие места отсутствуют, можно сажать на открытой местности, но во второй половине дня культуру обязательно надо накрывать укровным материалом. Высеивать растение рекомендуется ранее весной или поздним летом. Для защиты от похолодания рекомендуется использовать укрывной материал, его можно и не снимать с грядок вовсе, благодаря этому удастся поддерживать температурный режим. При выращивании листовой капусты в условиях российского климата лучше отдавать предпочтение голландским гибридным сортам. Наиболее морозоустойчивы из них – билка, таранка и манока. Рекомендуется высеивать посевной материал сразу в открытую почву и лежат орфаны и стаканчики. При обработке грядок глубина проникновения не должна превышать 2-3 см. Такие меры позволят сохранить нежные корни растений. За месяц до предполагаемой даты посева в землю рекомендуется внести минеральные удобрения – сульфат К или суперфосфат. Во время вегетационного периода в почву надо регулярно добавлять специальные минеральные комплексы, предназначенные для капусты. Строго следуя всем рекомендациям, удастся избежать ситуаций, когда качаны еще не сформировались, а цветение капусты уже началось. Если соблюдать агротехнические правила выращивания пекинской капусты, пускать стрелы растения не будет. Продолжение следует...